Уважаемые подписчики нашего канала, нашего музыкального канала. Канал называется Сергей Замбровский, это я. И сейчас бы я хотел продемонстрировать распаковку инструмента нового, совершенно нового, который из фабрики поступил, ну, примерно час назад. Первый ролик я уже сделал на один инструмент, на зелёный, да? А сейчас буду делать второй ролик, снимать на тему распаковки нового товара, пришедшего издалёка, скажем так, за 3000 километров. Он прошёл таможенные все сборы, все платежи, этот товар в размере 18%, то есть кому придётся покупать, и товар, когда переходит границу, то приходится платить, хочешь не хочешь, 18% за его растамаживание. То есть таможенный сбор составляет вот эти 18%. Что называется, закон суров, но справедливый, считается, что справедливо. И так распаковка происходит. Вот, тут спешить нельзя, потому что, чтобы не повредить чехол. Кстати, уважаемые товарищи, кто будет получать подобный товар, гармонь, допустим, всегда, просьба обращать внимание на то, что в середине чехол. Его очень легко порезать, ну, поэтому тут, что называется, торопиться нельзя. Вот, сейчас медленно и верно я раскрываю этот пакет. Вот так вот раскрываю. Вот этот товар, а точнее чехол, который можно элементарно порезать острым ножом, когда ты открываешь этот пакет. Вот. Ну, посмотрим теперь. Да, это шуйская фабрика, шуйская гармонь здесь написано. Вот, сейчас откроем, посмотрим, что принёс нам почтальон после осмотра таможни. Что называется, таможня берёт добро. Ну, даёт добро сначала, а потом берёт добро. Это национальная, что называется, поговорка русская. Таможня даёт добру. Считается, что таможня даёт добру. Ну, вот это зелёного цвета инструмент вот этот. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ну, да, вот паспорт здесь в середине под упаковкой. Ну, сейчас вскроем. Сейчас вскроем этот. Новый инструмент. Посмотрим. Ну, это типовая чайка, типовая пульская гармонь. Так что она ещё никем тут не открывалась, не скрывалась, эта гармонь. Вот она уже голос подаёт. Голос подаёт. Ну, левая сторона, правильно, она зафиксирована. То есть, это основное, ну, основное требование, чтобы левая сторона во время перевозки была защищена. Как защищена? Там в середине имеется прокладка кожаная, а точнее картонная. Вот. Даже фабрика пишет «Внимание, перед началом игры на инструменте снять левую сетку и вынуть картонную закладку». Она вот здесь находится. Чтобы пасы не провалились во время пересылки, значит, следует всегда туда делать закладку. Вот. «Чайка» 204 именуется. Гормон тональности «Ля Мажор». Цвет зеленый. Бас-кнопки стандартные. Ну, вот и паспорт на нее имеется. Вот. Так что выпуск 24-го года. Это очень важно, что она там не лежала на складе с 23-го или с 22-го года. 24-го ОТК 30. Итак, дорогие друзья, сегодня вечером я буду на ней уже играть. Послушайте, как она звучит, вот эта новая гармонная «Чайка». До новых встреч, до новых роликов. Здесь работает и проводит репортаж музыкант Сергей Замбровский.